И вот дан старт голосованию за поправки в главный закон страны, Конституцию Российской Федерации. Избирательные участки распахнули свои двери 25 июня. В этот день начался предварительный этап голосования. Он продлится с 25 по 30 июня включительно. Голоса, отданные в этот период, также будут учитываться. Глава Дмитровского городского округа Илья Поначевный лично проверил работу избирательного участка номер 255 в Центральном доме культуры «Созвездие», а заодно отдал свой голос. В связи с непростой эпидемиологической обстановкой, избирательные участки работают в особом режиме. С 8 до 14 часов мы выходим для того, чтобы избиратели могли проголосовать вне помещения, на дому и на придомовых территориях. С 14 до 20 часов мы всех ждем в помещении нашей участковой избирательной комиссии для голосования. Для снижения риска распространения COVID-19 на избирательных участках действуют строгие меры по обеспечению безопасности. Осуществляется контроль температуры на входе, и сразу люди с повышенной температурой могут проголосовать в специально отведенном помещении. Каждый житель получает индивидуальный набор, в который входит защитная маска, перчатки, одноразовая ручка. Также установлены пункты, где можно продезинфицировать руки. В помещении голосования ежечасно также дезинфицируются все поверхности и проветривается помещение. Также на всем избирательном участке и на прилегающих территориях наклеены специальные яркие ленты, обозначающие социальную дистанцию в полтора метра. Входы и выходы осуществляются в разной двери, чтобы избежать скоплений людей. Заместитель председателя участковой избирательной комиссии рассказала об активности горожан в первый день голосования. Сегодня с утра мы прошли по нашему участку и люди благодарят за то, что было организовано голосование на придомовой территории. Потому что многие еще боятся посещать общественные места и очень рады, что имеют возможность проголосовать, не выходя из своей квартиры или не выходя из своего двора. Всего в Дмитровском городском округе 105 избирательных участков. На них проголосуют более 125 тысяч избирателей. Голосование продлится до 1 июля включительно. Продолжение следует...